Бывали в свое время какие-то такие истории, которые не выходили в медиаплоскость, но вами обсуждались? Жень, вот верьте мне, никогда в жизни, даже вот если мне начинают говорить, а ты знаешь, я говорю, вот туда вот, по коридору, по коридору, в сторону буфета, я в гримёрке. Если бы мне было интересно, кто и чего, куда, я пошел в буфет. Но поскольку я в буфет не хожу и пью кофе в гримёрке, поэтому мне не надо рассказывать. Мне глубоко неинтересно. Наверное, кто-то, кого-то, что-то где-то обсуждал. Но клянусь, вот у меня, моих родителей нет давно. У меня есть названная мама. Заслуженная артистка Кнушевицкая. Ей уже много лет. И она как-то слушала, говорит, а ты знаешь, Саня? Я говорю, так, Мир Сятославовна. Туда. К соседкам. Хорошо, а как вы относитесь к съёмкам в рекламе? У меня была одна гениальная реклама. Не скрою, просто я считал, что гениальная. Звонит мне великий Павел Тимофеевич Левишев. Говорит, Санюх, хочешь денег заработать? Я говорю, очень. А как раз было очень как-то натужно. Он говорит, слушай, есть маза. Масло рама. Было такое, помните, в больших коробках? Ну, неважно. Маргарин не был. Значит, надо стоять за кадром и спрашивать, как оно на вкус. Едем в Питер. И три дня халявы. Притом, Маша Соловьёва, который наш великий оператор, Машка Соловьёва была у него на подхвате. Впал Тимофеевич Левишев, выстраивал кадр. Масло рама. Я не помню, сколько денег я получил. Но главное, что меня в кадре не было. Вот за такую я рекламу. Либо за рекламу, которую получил всем известный наш коллега, не буду называть фамилий, но все знают, о ком я говорю. Вот, носи, пожалуйста, часы фирмы такой-то. И сумма о шести нулях. Ничего не надо говорить. Просто кое-где сфотографируешься так. Ну и там дальше. Вот за такую рекламу, да. Ну а в принципе, это какое-то личное отношение. Нет, я опять не понимаю. Ну может быть, ко мне придет не за отцу матерью, не зарекаясь. Может, ко мне придет то время, когда я буду очень рад рекламировать какое-нибудь риэлторское агентство. Я не знаю, чего. Ну нет, но пока, слава богу, бог милый, вот такой прям... Ну это совсем когда уже никуда. Да, ну что себе, ломать профессию даже в театре, что я не понимаю. А бог миловал от неудачных ролей? Есть биографии? От них бог не милует. Ну вот, то есть есть биографии вещи, по которым думаешь, что нафига я в этом не знал. Ну конечно, я не буду называть. Ну конечно, есть... Ну... В моем театре прямо напротив меня сидела великая артистка. Файнгер и Мраневская. Моя дверь прямо вот напротив. Ну вот все же знают ее выражение. Деньги-то ты проешь. Конечно, конечно, конечно. Так складывалось иногда, что были такие моменты, что вот, ну нет ничего, ну вот вообще ничего. А по молодости это вообще казалось жутко, да, что телефон молчит. А тогда еще, когда в хорошее время, в хорошее, в советское время еще. Мне тогда казалось, что все, гибель, 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 гибель. А ты уже хватанул вот этого кислорода, ты уже понимаешь, что это за адреналин вот этот вот. И когда нету, то соглашались. И слава богу, сейчас вот есть такой момент, что... И не зовут, но и думаешь, ну и слава богу, что... А вот то, что читаю, не могу. Нет, нет. Надеюсь, что придет какая-то такая работа возрастная. К сожалению, вот опять, вот как вот сегодняшний интервью. У нас вчера долгий очень был разговор с сыном. Он говорит, что... Ну Сашка снимает, да, все знают, понимают. Саня снимает, снял пальму и сейчас работает там над новым сценарием. Он говорит, ну нету артистов 40 лет. Вот я... То есть они есть. Но ты упираешься в 5-6 фамилий. В 5-6-7. А я хочу. Я говорю, ну езди. Как раньше режиссеры делали. Ехали по... Выбирали себе такие хорошие региональные театры, да. Ехали и смотрели. И Олег Иван Щенковский был найден в Саратове, да. Ну много тогда. Говорит, ну пап, ты говоришь о тех временах хороших. Вот о хороших. Когда ездили, ассистенты смотрели, находили. Выезжал режиссер, смотрел, говорил, вот ты. И появлялась новая звезда. Из него делалось... Мега, да. Сейчас артисты, получается... Ну вот я говорю, Сань, ну артисты функция, понимаешь? Ну нету... Нет артиста, за которым бы стояло... Ну, простите, я, может быть, неправильно говорю. Стояло бы то, что стояло там за Лебедевым, за Борисовым. Ну я помню это ощущение себя. Я был молодым артистом. Я смотрел на этого небольшого роста Олега Ивановича, который выходил на эту сцену. Театр армии. Я помню свое ощущение клопа. Клопа перед ним, клопа. Я был выше, здоровее, моложе, сильнее. Мангинь уже болен. Но я клоп по сравнению с ним. Клоп. От него такое поле было энергетическое, колоссальное. Где все это? Где это? Где выходящий на сцену человек, от которого я... Я получаю вот это поле, вот это вот... Назову фамилии там. Есть, есть. Да, но вот на заезде. Есть, есть. Специально не буду. Есть артисты. Но это штучный товар. Штучный. Так это всегда так было? Штучный товар. И он в кино, может быть, не так раскрыт. Хотя Машу Аронову надо раскрывать в кино много. Как? И она артистка многоплановая. Но от Маши Ароновой идет вольтаж на 2 метра. Она такого диапазона человек. То, что это43... Опери子. И что верну呀... Балвесик. А вот здесь... А вот тут...